всем привет это канал moto sancho где мы с вами вместе собираем ураловский двигатель давайте сегодня поставим на место маховик а начать я предлагаю с того что проверим состояние посадочных конусов на коленвале и в самом маховике для этого без установки шпонки без установки сальника берем маховик надеваем его на коленвал и просто прижимаем его пальцами и уже даже от такого легкого прижатия практически под своим весом он должен плотно стать на конус не болтаться не иметь никаких биений на конусе и снять его достаточно тяжело да снял я маховик убедились мы что конус у нас в порядке все хорошо держит теперь можем поставить шайбы первая у нас становится шайба маслоотбойная которая масло просачивающиеся через подшипник за счет центробежной силы раскидывает по стенкам она тут собирается и через дренажку в крышке уходит назад в картер и подпирается она пружинной шайбочкой которая упирается в маховик и не дает маслоотбойной шайбе там болтаться звенеть теперь можем поставить сальник сальник я поставлю новый купил его в автомагазине стоил он 2 доллара размер 50 на 70 двух кромочный сальничек долго бегал я по авторынкам искал что можно поставить туда импортного нашел один был вариант китай второй вариант был от по-моему опеля если не ошибаюсь сальник коленвала с насечкой под правое вращение то есть в нашем случае он бы выгонял масло наружу поэтому две кромки россия мягенький эластичный хороший сальничек чтобы исключить подтекание масла между сальником и крышкой я нанесу на него немножко силиконового герметика перед установкой так герметиком промазали теперь аккуратненько его ставим желательно без перекосов ровно стал у нас сальник на место немножко пришлось повозиться чтобы его не перекосило ну вот стоит все ровненько все вровень с крышкой ничего не выступает ничего не утоплено внутрь все отлично так и оставим и не забудьте что есть у нас такая маленькая но очень важная деталь надо ее тоже поставить все шпонку посадили в паз и теперь еще один важный момент вот эту поверхность маховика по которой бегает сальник смажьте хорошенько солидолом потому что первое время сальник у нас будет по ней ходить без масла и есть риск рабочую кромку просто сжечь ну а я это уже сделал буду ставить на место маховик когда маховик на место посадили можем через вот эти вот отверстия за которые съемником мы маховик снимаем посмотреть на состояние сальника не ушел ли он со своего места и вроде как все в порядке осталось нам маховик на своем месте только хорошенько зажать поставим сначала вот эту стопорную шайбу на винт я нанесу немножко резьбового герметика совсем чуть-чуть буквально одну каплю просто для подстраховки чтобы этот болт хорошо зажать нам надо зафиксировать маховик от проворота для этого я вот сюда вставлю шестигранник и возьму вот такой вот ключ 22 на 24 заведу его сюда и сюда все теперь маховик не провернется головка на 36 вороток и зажимаем а чтобы уж действительно хорошо зажать можно еще и ключ нам чем-нибудь нарастить приблизительно вот так вот все это выглядит а а когда наш болт будет хорошо зажат давайте его зафиксируем стопорной шайбой все теперь он точно не открутится ну вот установили мы маховик на место как видите ничего сложного в этом нет главное проконтролировать состояние конуса ровно установить сальник и от души зажать вот этот болт спасибо всем что смотрели не забывайте про лайки подписку комментарии всем счастливо всем пока